друзья сегодня я расскажу вам о том как праздновали новый год еще много много лет назад и были ли елки вообще в советском союзе может быть их и не было и видел ли елку самый известный поэт и писатель александр сергеевич пушкин тоже большой вопрос вот сегодня мы с вами узнаем самые интересные факты какие были елки в девятнадцатом веке и даже раньше и какие елки ставили в двадцатом веке и так история новогодней елки у нас начинается как все начиналось никто не знает и почему же появилась елка именно дерево ей они сосна например или липа почему давайте узнаем в рождественскую ночь ходили легенды что дева мария в вифлееме родила младенца чтобы поклониться господу она приходили не только волфы и пастухи но и растения нужны были для того чтобы отдать дань богу первыми пришли растущие неподалеку от вифлеема пальмы затем добрались и чужеродные березы клены дубы манго и магнолий тополи и эвкалипты а с дальнего холодного севера пришла к нам маленькая елочка посмотрите на картинку здесь у нас вы видите много деревьев пальмы до тополи но ель пришла она выглядела среди этих деревьев огромной золушкой деревья делали все возможно для того чтобы скрыть от ее глаз младенца и вдруг на небе свершилось чудо начались движение звезды они стали падать на землю и так одна за одной опускались на ветки маленькой елочки пока вся она не засияла блеском сотен огней или все было иначе давайте еще одно предание послушаем однажды в сочинник так называется вечер накануне рождества а лесник и его домочадцы собрались в своем доме возле очага вдруг раздался робкий стук в дверь кто же это постучал открыл дверь хозяин и увидел продрогшего изможденного ребенка он пригласил мальчика в дом вся семья поприветствовала малютку обогрела и накормила его один из сыновей лесника ганс уступил ему на ночь свою кроватку утром все проснулись от звуков ангельского пения и увидели своего гостя но это был маленький мальчик а сам иисус христос он стоял преображенный среди маленьких ангелов прощаясь семьей лесника кристос сказал я принял ваши дары а это мой подарок вам он отломил ветку отросшего у порога именно елового дерева и воткнул ее в землю дерево всегда будет плодоносить говорил иисус на рождество именно и вы всегда будете жить в довольстве и в достатке а может все происходило вовсе не так однажды ангелы пошли в лес это еще одна история чтобы выбрать для мира дерево рождества в начале они считали что им один из ангелов должен быть потом они решили что дерево это будет самый могучий дуб но нет сказал он мы не можем выбрать дуб у него слишком твердая слишком хрупкая древесина а кроме того из дуба делают кресты для могил ангелы отправились дальше подошли к букву когда второй ангел сказал и буквы не можем выбрать потому что осенью слишком рано увядает это дерево и быстро теряет листву когда они подошли к березе 3 ангел сказал береза тоже не подойдет потому что из ее веток делают розки для наказания провинившихся наконец ангелы подошли к еле она была красива приятно пахло и целый год она оставалась зеленой и ангелы единогласно решили что именно это дерево подойдет для рождества как было на самом деле точно никто не знает а люди верят в эти предания мифы легенды и они сочиняют их сами почему именно елка стала рождественским деревом вы прочтете эти легенды замечательной книги анны рапопорт история новогодней йоги но можете сами придумать с друзьями или с родителями почему йога появилась у нас а я вам сейчас расскажу поподробнее об этом древние славяне считают именно ель хозяйкой леса это колючее дерево сильным смолистым запахом связано с миром таинственной нечистой силы по славянским представлениям на еле жили лесные духи это лешие черти и русалки если сохраняет свой наряд зеленым даже зимой то это только ей когда все остальные растения словно замерзают и впадают в спячку она же считается живой потому что ее считали символом победы над смертью и из еловой древесины часто делали амулеты и обереги а когда славяне приняли христианство и стали праздновать рождество то освященные в храме еловые ветки они хранили в испах и в течение всего года наслаждались этим приятным запахом люди верили что именно ель будет защищать от нечистой силы от черте ведьм и леших еще мы знаем что примерно так же относились к еле и древние греки они даже приносили богам жертвы под этим деревом и развешивали на еловых ветвях свои дары особенно часто они делали это в дни зимнего солнцестояния когда ночь длина день короток и надо непременно упрость у подсластить богов и поскорее принести им тепло и солнечный свет неудивительно что именно в германии родилась традиция наряжать ель то есть именно немцы их народы впервые стали приносить дары под елью и вот в германии посмотрите на картинку именно впервые увидели ель на площадях а не только у себя дома давайте представим что мы с вами на машине отправляемся в германию но не на обычной машине а на машине времени потому что мы перенесемся с вами не в настоящее а в прошлое и попали мы в 16 век примерно на 500 лет тому назад и прямо на рождество в германию на что за странная картина перед нами это домах елка она свисала именно с потолка они как мы сейчас с вами ставим ее на землю очень похожи на зеленую люстру странное зрелище было не правда ли трудно объяснить почему немцы делали именно так возможно это напоминало им о карнавале и веселье потому что на время карнавала все переворачивается и останавливается не похоже на другое а может быть так они обращались к небесам молитвами и просьбами кстати с этой зеленой люстры свешат свешивались разные сладости а не только украшения в ту пору елку украшали а мандаринами фруктами ягодами а все это делалось почему это делалось именно для детей чтобы они увидев вот такую красивую ей быстро разобрали ее и все сладости дружно съели и только в одной немецкой области городе эльзасе елку не стали подвешивать к потолку а просто ставили на стол возле стены постепенно этот обычай переняли жители соседних регионов германии то время в немецких землях менялось даже отношение к церкви шел так называемый процесс реформации церковь как бы спускалась с небес и становилась все ближе к людям поэтому и ель предпочтительнее было ставить а не вешать к потолку уже в 17 веке путешественники рассказывали о немцах на рождество приносят дома еловые деревья и на эти деревья кладут розы сделанные из цветной бумаги яблоки вафли золотую фольгу сахар и другие вещи тогда же появилась и традиции рождественских подарков они должны напоминать о дарах волхвов которые те приносили иисусу вскоре елки и на площадях скверах стали появляться и вот появилась и в россии традиция ставить елку а все из-за того что царь петр первый когда-то путешествовал по германии и увидел на площади большую красивую ель и самый знаменитый царь реформатор решил что и в россии елка обязательно должна стоять и сделал это на руси рождественской традиции и вот ель перенеслась из германии плавно в россии последние дни последнего 17 столетия в декабре 1699 года царь петр первый решил даже календарь на руси изменить он приказал вести счет не от сотворения мира от рождества христова днем новолетия который до того отмечался только с первого сентября в нашей стране а он стал отмечаться 1 января а если бы петр этого не сделал то 2000 год был бы 7512 годом от сотворения мира а мы сейчас жили как сосчитаете наверное это очень сложно будет посчитать поэтому хорошо что все-таки царь петр первое правило россии много всего интересного произошел чтобы отметить наступление нового года и введение нового календаря царь петр приказал пускать ракеты зажигать огни и украшать хвои столицу москву петербург а тогда еще и в помине не было вот что он писал по большим улицам у народчатых то есть богатых домов предворотами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых еловых и можжевеловых против образцов каковы сделаны на гостином дворе а людям скудным то есть бедным предлагалось каждому хотя по деревцу или вид ветви на ворота или над храмину свои поставить а стоять там украшению января первый день то есть в то время в 17 веке ель на новый год и рождество стоял всего лишь один день но русским людям этот европейский обычай не понравился и после правления царя петра первого конечно исполняли какое-то время но после его смерти были забыты все рекомендации ставить елку на новый год и в русских деревнях по-прежнему главное веселье разворачивалась на святки дни между рождеством и крещением когда по улицам ходили дети и калядовали а девушки гадали петербург и москва тоже от души веселилась только в святочные дни никаких схвойных деревьев не было и в домах их увидеть было нельзя представляете александр пушкин не видел елку но было одно исключение ведь в петербурге же очень много немцев и вот они поддерживали традицию и в своих домах ставили и украшали ель приезжая из германии целыми семьями немцы конечно стремились сохранить свои домашние обычаи в том числе и рождественское дерево сохранила эту традицию и одна из самых богатых петербургских немок александра федоровна жена будущего императора николай первого несколько раз она устраивала домашние празднования с елкой в своих дворцах и даже приглашала разных семей семьи дети приходили то есть и смотрели только в ее дворце на эту елку а в конце тридцатых она впервые как раз пригласил аристократов и царский пример оказался заразителен поэтому в самых богатых домах стали ставить елки и украшали но позже эта традиция перенеслась не только в москву но и в петербург детей не пускали тот день когда стали именно убирать елку то есть украшали ее сладостями фруктами разными заготовками деревянными игрушками и шарами дети подсматривали украдкой и затем как раз в новогоднюю ночь их выпускали посмотреть на елку они съедали все сладости можно так сказать разбирали эту елку и конечно же почему она обстояла всего один день потому что после новогодней ночи от елки уже ничего не оставалось то есть дети могли делать с ней все что угодно ну так скажем наслаждались зимним праздником вот посмотрите как дети разбирают эту елку то есть конечно они могли ее и повалить вот как здесь показано и съесть все сладости украшения и елка поэтому стоял всего один день а вот в советском союзе когда только только закончились царские времена и пришел к нам из ссср новое правление на какое-то время елку перестали опять ставить и вообще забыли про эту традицию отмечать новый год а почему вот такая реформа произошла и даже 1 января был обычный рабочий день перестали отмечать новогодние праздники и только в конце тридцатых годов ситуация улучшилась и тогда руководство страны решила что необходимо все таки детям устраивать праздники и елка нужно тогда стали покупать на елку игрушки сладости уже не вешали кто как пожелал конечно это в основном на патриотическую тематику были елочные игрушки но традиция вновь возобновилась и сохранилась до сегодняшнего дня в разных странах по-разному приглашают где-то дедушку мороза где-то снегурочку где-то всех вместе а также вы можете и сами придумывать необычные украшения на елку с помощью наших журналов книг можно сделать самое интересное необычное украшение а еще такое отступление я вам сейчас расскажу самые необычные елки какие существовали летающая елка каждый год украшает парижский торговый комплекс галерея лафаэт она крепится к куполу магазина и словно парит над головами покупателей в 2017 году елка была целиком сделана из воздушных шариков плавучая елка каждый год появляется на озере лагуа в рио-де-жанейро это бразилия это искусственное металлическое дерево высотой больше 80 метров весит пятьсот тридцать тонн представляете какая ель плавает в бразилии а елку вмонтировали механический колокол исполняющий рождественские мелодии в гирлянде более трех миллионов лампочек которым управляет компьютер а по выходным из елки в бразилии бьет салют елка подарок украшает площадь святого петра в ватикане это удивительное государство находится на территории рима столицы италии в ватикане живет и работает папа римский глава католической церкви который считает что рождество это один из самых главных праздников самая большая елка стояла в 2009 году в столице мексики а в городе мехико она была выше 40 этажного здания составляла высота и 10 метров самая дорогая елка была установлена в столице объединенных арабских эмиратов абу даби в 2010 году это один из самых жарких городов мира и самых богатых елку украшали золотые и серебряные шары усыпанные драгоценными камнями стоила такая елка 11 с половиной миллионов долларов поэтому вот такие интересные елки в каждой стране сейчас ставят и не только в россии желаю вам хороших новогодних каникул веселых и интересных и как можно лучше нарядить и украсить свое новогоднее дерево сделайте его необычным символом предстоящего года